мы на месте мы приветствуем галину интересуемся готова ли она к диагностике и чистке доверить ли она нам свои биополе на период сеанса готова доверить хорошо визуально видно что нить ничего не мешает вокруг нее как жужжит кто-то что как жужжит кто-то летает вокруг нее на руками отмахивается хорошо сканер просканировать что там летает отправь в клетку тюрьму я в третьем глазе стоит конструкция и от нее но я не назову это жуки больше чем пчелы какие-то летают вокруг нее потом собирается все внутрь опять раз разлетаются и все в третьем глазу сидят конструкция там до глазах хорошо нам будет мешать при сканировании вывести и сразу да потому что эти жуки они к ней да я понял да они без нее не выйдут хорошо сканер просканируй третий глаз выведи эту конструкцию которая там находится вместе с этими сущностями которые летают отправляя все в клетку тюрьму это хорошо я даю команду на счет 3 сканер сканирует пространство над головой галины под ногами 360 градусов вокруг нее тонких тел галины находит все и выстраиваем от этой конструкции жуков канал к ответственным притягиваем в клетку тюрьму где бы он ни находился стоит в клетке тюрьме значит у нее арахноид дальше гуманоид конструкция его красный дракон инсектоид и демон и демон еще кто-нибудь так чьи это жуки конструкция гуманоида на каком основании ты установил я это скажи гуманоид есть контракт с ней да есть сколько лет контракту когда был запрещен это посвящение тараканы в голове во что конкретно посвящение космическую науку космология космоэнергетика или как это да хоть как назови вот она здесь все понятно то есть с момента получения инициации вы это на момент желание с момента желания подключиться к энергрегору космологии космоэнергетики момент желания выплескивает определенную энергию намерения да вы получаете то что вы хотите под ключкой и мыслями которые роятся как тараканы в голове ну понятно да это ваша ловушка мы об этом знаем откуда ты гуманоид не пера ты подключился когда это была подключка сделана как долго ты находишься уже в этом биополе с этим контрактом почти восемь лет мне это вам мало мне нужен кто больше десяти лет сидел кто больше десяти лет сидел загорается красный маячок над его клеткой арахноид ковыряет лапами он сидел больше десяти лет него горит красный маячок арахноид я тебя сейчас сожгу если ты не понял куда ты попал паразит я тебя сейчас уничтожу прямо здесь и половину лапок у тебя не будет если ты еще раз посмеешь не ответит мне на мои вопросы тебе это понятно за что такое внимание моей цивилизации сколько ты находился в этом биополе 12 лет я спросил кто сидел больше десяти лет ты мне и ответил дракон сидел 10 лет какой у нас красный я понял 6 11 36 11 если это сущность та которая пробила есть сердечную чакру десять лет назад загорается маячок над ее клеткой маячок зеленый и так красный дракон 10 лет назад ты входил в ее биополе сердечную чакру пробивал ее не понимает почему ты это спрашиваешь он показывает как он подселился ты пробивал ей сердечную чакру 10 лет назад мой вопрос как нож в спину был такой удар и она почувствовала его и с этого момента она чувствует что-то в ней движется это не нож это огонь который он пускал да хорошо у тебя есть контракт с ней нет на каком основании тогда если у тебя нет контракта ты причиняешь такие боли душе ты сам забыл что таковую что такое боль почему ты приходишь в матрицу земли и уничтожаешь здоровье человека почему ты пробиваешь сердечную чакру потому что там нужный мне материал отлично в моих руках появляется печать дракона я включаю на полную мощность остановить просто выключая печать потому что тебе надо надо согласовывать с тем у кого ты берешь ты нарушил законы мироздания наплевав на ее свободные энергии и на право использовать свои свободные энергии ты посчитал себя сверх ливилизации какой-то я тебе сейчас докажу что это не так она искала и выходила за пределы там я ее и увидел если хочешь сказать его лезете без защиты мы ловим а вот кто подходит скорее всего тот кто выходит за пределы матрицы ты это хотел вот кто выходит за пределы матрицы мы ловим того кто подходит для наших целей не все подходят не каждому можно подключиться большинство стоят защиты кто понимает что делает значит и выловил когда она была в медитации да когда она без защиты вышла в эту медитацию или что я подключалась к определенному каналу выходила за пределы это это скрыть медитации это этот канал о котором мы говорили сейчас с гуманоидом космологии или это было другое ли это было это я раньше пришел я не заходил на энергию я зашел к ней на ее энергии я каким путем она вышла вы можете узнать у нее хорошо обращаясь сейчас галине галина каким путем вы выходили куда вы выходили вы понимаете о чем идет речь сейчас да у меня был интерес энергиям понятно хорошо и обучение энергии потоком энергии но сейчас вы понимаете кому вы подключили через это учение скорее он ко мне подключился хорошо начинаем с реверса энергии для команды тонкой копии галины спроектировать все энергетические сферические каналы все что она могла получить от них возвращается к ним усилий потоки в 50 раз идем дальше инсектоид сколько ты находился в этом биополе и какой у нас демон 14 14 герцова у тебя есть контракт демон нет контракта сколько ты находишься в этом биополе 6 месяц 6 месяцев на что зашел где зашел на испуг на страх зашел там где она живет и работает помещение да с порталов но там много порталов мы сегодня чистим это помещение в котором она живет но мы не все чистим и чистим только ее комнаты то есть ты находишься в этом месте где она живет в этом доме большом да хорошо значит мы с тобой будем тогда отдельно разговаривать и так как у нас с реверсом вера идет пока его дракона такую информацию дает он показывает как они это видят то есть это как другая сторона есть какая-то грань и вот из этой грани люди как голова поднимается кто больше у кого-то меньше кто-то не достигает этой грани так как переход другое состояние и они видят тот кто начинает работать с энергиями потоки разные энергии разные они выбирают себе если человек не понимает что он делает с чем он связывается если у него нет защита они выбирают себе подходящего человека и они знают что если он работает с энергией то он всегда будет он знает где взять этой энергии и у них всегда будет энергия которую они могут перерабатывать под себя понятно реверс закончился устанавливать фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса глина забирается чистой светлой божественной энергии обратно пошла энергия божественная чистая 2 3 у меня вопрос ко всем а чего горит макушка головы темя затылок чё это воздействие и она сильно потеет потеет она дракона и это энергии дракон ты понимаешь что это дискомфортные энергии которые ты ей задувал и и биологическое тело проходит трансформация во что она трансформируется дракона нет это человеческие биоритмы и биоробота то есть ты хочешь сказать это не твоя была гормональные сдвиги хорошо человек она более чувствительна к моим энергиям она пишет что на шесть лет сгорает у нее очень сильно горит макушка головы темя и затылок арахнует это твоя работа да у него есть кислотность определенная паразит и стоит и молчит еще ты посмотри арахнует эти меня еще спрашиваешь почему не успел не успел что ответить да и так значит это у нас был арахнует реверс окончился от чего не дергаются ноги демон твоя работа говорит что до него дергались но ему нравится это что тебе нравится я не спрашивал я спросил твоя это работа была или нет давай отвечай просто на мои вопросы тогда у нас не будет проблем демон реверс закончился до вера хорошо итак мы все забрали начинаем тогда сейчас и арахнует арахнует выходи вытаскивай всю свою паутину все иголки все что оставил в этом биополе всю свою жидкость кислотность свою кислоту забирай возвращайся назад и доклады о готовности к проверке проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц если кто-то что-то оставит или забудет роли не играет он сгорит по каналам в этой клетке я вас предупредил да он все снял гуманоид посмотри на твоей чистоте что-нибудь еще осталось что мы не вытащили да есть у него еще что-то где глаза хорошо вытаскивай с глаз мы из третьего глаза вытащили видать осталось еще в глазах выходите пластина достает как это пластина воздействует что она видела через эту пластину она она как искусственная видела он транслировал что-то через нее мой вопрос он не транслировал он как человеческие эмоции ограждал на видение она искусственно видела все без эмоционально без эмоционально хорошо мне это понятно итак он даст достал свою пластину да я снял да красный дракон где твои платы стоят сердце стоят сердце и еще где сердечной чакры выходи вытаскивай свои платы отключайся полностью ничего не забывая возвращайся назад приступая вместе где живет галина кроме демона еще кто-нибудь находится красный дракон находится арахноид арахноид красный дракон хорошо гуманоида там нет под ключик он зашел на контракт идем дальше красный дракон убрался инсектоид у тебя есть инкубатор да есть выходи вытаскивай свой инкубатор все крепления всю свою жидкость ничего не забывай возвращайся назад готова и демон выходи демон отключайся если лярвы биополе галины демон да есть где у нее спина вниз самый да у нее на груди лярвы хорошо хочешь получить и в ногах туда все стекало хочет хорошо сначала вытаскивай все что оставил я потом дам тебе отдельную команду но у него такие ленты он раскручивает с ног от колена вниз хорошо разрешаете забрать силяр в биополе ничего не забывай возвращайся назад приступая все все убрали контракт у нас здесь меня смущает рассинхронизация получится или нет давай наверное мы сразу перейдем к аннулированию контракта и после этого уже будем решать дальше переходим канулирование контрактов и договоров по закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями галина должна взять ответственность за свою жизнь свои руки выразить это намерение она готова это сделать я говорю слухи тонкая копия повторяет за мной контрактом и договора договора выходят активные подсвечивается пусть повторяет за мной внутрь и власти собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Энергия возвращается. Конечно. У нее вот это пякры, сердечная и третий глаз, они опустошились после того, как сняли с них конструкции. Готовы? Это не страшно. Да, они сейчас возвращаются туда, в эти пустые места. Конечно. Итак, все вернулось, да? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты вместе с фантомами этих контрактов и отработанные контракты, если таковая есть, уходят на переработку. Закрывая печати, растворяя. Готово. Идем дальше. Переходим к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию галины. Синхронизация до 100% заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет галине. Этим светом нам выдавливает из себя все негативные патогены низкой аббрационной энергии на частотах интерферентов и их подключик. Свет пошел. Энергия выходит, формируется перед ней в шар. Вышел шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. У нее подключек нет. Чистая? Подключки, да, но в ней есть свои собственные энергии. Какие там энергии у нее собственные? Эмоциональный фантом. Мы еще до него не... Его видно, он нестабильный, а ключик у нее нет. Хорошо, эмоциональный фантом мы тоже будем сейчас убирать. Демон, тебя интересует еще эмоциональный фантом? А как же? Хорошо, Демон. Он жирный у нее. Ты мне тогда дашь информацию по этому эмоциональному фантому. Меня интересуют первопричины, из чего все вытекает. Я буду сейчас зачитывать частоты, и все это будет выходить. Ты мне скажешь, что на твоей частоте является первопричиной. Все понял? Хорошо. Выходит эмоциональный фантом Галины, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы. Галина проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Но у нее фантом такой, он полный рост, и он как холодец, вот так трясется весь черным, темным цветом. Ничего себе. Галина, эти энергии вы сами изгенерировали. Здесь вам уже никто не мешал. Вы готовы расстаться? Накопила. Понятно. Хорошо. Их надо сбрасывать, уметь, для того, чтобы не накапливалось. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Да, готова. Сворачивайте энергии в шар. Демон забираешь? А как же? Отправляя демона. Слушаю тебя. Многое из того, что перечислил. Гнев, страх, апатия, раздражение. Хорошо. Итак, нас все все забрали. Сейчас я открою портал, два портала. Один для демона в ее комнату, другой портал для красного дракона и арахноида. Попадете в ее комнату, соберете все, что вы там оставили. Я проверю. После этого открою вам портал на вашу чистоту. Демон, тебя интересует негатив в этой комнате? Его интересует негатив. И арахноид, его самого там нет, там есть его потомство. Понятно. Значит, если арахноида там нет, с его потомством мы можем сами разобраться, да? Да. Хорошо. Значит, тогда арахноид сейчас уходит на свою чистоту. Арахноид. Ты больше никогда не войдешь ни в это биополе, ни в ее комнату. Если ты еще раз посмеешь такое сделать, ты рискуешь своей жизнью. Тебе это понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Отпуская сразу инсектоида, ты тоже больше не приходишь. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Инсектоид забирает все, что принес и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Итак, открываются два портала в комнату Галины. В один уходит демон, в другой портал уходит красный дракон. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готово. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю тебя. Приветствую тебя еще раз. У меня здесь гуманоид с Нибиру, он зашел на Эгрегор. Он мне, в принципе, все объяснил, как такое случилось и почему он не подключается. У меня к нему вопросов нет. Есть ли у тебя вопросы? Контракт был. Был контракт, да, аннулирован. Мы заберем на проверку. Хорошо, благодарю тебя. Готово. Отлично. Клетка пустая, вера. А, жуки и конструкция осталось, да? Да, есть конструкция. Хорошо. Если Лия не забрала ее, значит мы уничтожаем, да? Лия не забрала, уничтожаем. Под конструкцией откроем воронку в галактическое ядро, и она вместе с этими жуками уходит на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Все. Готово. Поехали дальше. Поехали по частотам. Пусть тонкая копия Галины вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 670. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Галины до числового значения 670 Гц. Пошел подъем. Ее уже давно ничего не радует. Значит, пора что-то менять. Сейчас она чистая, с пониманием ошибок, которые она сделала. Заправляться энергиями. Каждый день сбрасывать перед сном негатив, как мы показывали в наших видео. Вечером сбрасывается негатив, утром заправляется энергиями. И у нее целый день куча энергии. Ну и, конечно, визуализация этих энергий – это самое главное. Это и есть ключ. А также защита Меркаба, которая защищает ее от всех сущностей. Итак, закончили мы? Да. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Галина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? По-новому. У нас куратор ее в комнате. Арашева снимается маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора и лечителя Галины. Представьтесь, как нам к вам обращаться. Благодарю вас за то, что уделили мне минутку. Я ненадолго хочу лишь поблагодарить за чистку. Во благо. Зовите меня Ладо. Ладо. Приветствуем вас, уважаемый Ладо. Я рад и счастлив. Хотел бы передать пару слов Галине. Пожалуйста, пожалуйста. И настроить ее на выздоровление, радость, позитивность, счастье. Легкость, а также цвета. Обязательно вспомни цвета каждого энергетического центра. И наполняйся этими энергиями, чтобы у тебя не было фантомных ощущений после интерференции. Если ты где-то чувствуешь теле по привычке, фантомное движение наполняй цветами этой чакры. Сердечное имеет зеленый цвет. Там долго интерферировал дракон. Поэтому каждую чакру наполняй определенной энергией, чтобы убрать все посторонние ощущения на физическом теле. Не забывай это делать и поднимать вибрации вместе с гармонизацией. И таким путем ты найдешь баланс и уверенность внутри себя. Благодарю еще раз. Как это все делать, мы показали ей сегодня в сеансе. Даже назвали цифры количества энергии и частоту вибрации. В свою очередь мы перешлем ей после сеанса, как заправляться энергиями. И то, о чем вы говорили сейчас, мы буквально пару минут назад ей говорили насчет сбрасывания негатива, визуализации своих энергетических потоков. А сейчас вы дополнили, что именно конкретно в случае сердечной чакры заполняем зеленым, если она чувствует там пустоту или какие-то неприятные ощущения, связано это с тем, что интерференты находились очень долгое время. И эти фантомные варианты надо, фантомные боли заполнять и визуализировать правильные энергии. Так и есть. Уважаемый Ладо, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Даже если вы случайно пришли, спонтанно, каждому куратору, каждому учителю, который сюда приходит, в нашу комнату диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Ладо, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его визит, за его помощь подопечной, просто на добрые воспоминания об этой короткой встрече. Великолепно. Конечно же, я буду рад подарку. Благодарю. Я счастлив от освобождения и очищения души. Благодарю вас за это еще раз. Я хотела познакомиться и рассказать Галине, что она не одна. Я рядом, я слышу и даю знаки. Веду душу к осознанности, насколько могу, насколько она слышит. Вы достучались до нее, уважаемый Ладо, и это самое главное. Не буду, не смею вас задерживать. Мы не прощаемся, я говорю, до скорых встреч, возможно, на чуть позже этапе. Галина захочет с вами пообщаться и задать вам 10 своих вопросов. Она может к нам обратиться, мы это организуем. Благодарю. Во благо. Все умное и лучшее, уважаемое Ладо. До скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Галина, к вам был визит вашего куратора. Я в восторге. Замечательно. Захотите с ним пообщаться, обращайтесь. У меня приливы радости и счастья внутри. Очень приятной энергии. Куратором являются те души, которые имеют опыт и которые, в нашем понимании, мы их называем ангел-хранитель. На самом деле они есть только у ангелов, у других называется куратор. И эта душа всегда рядом с вами, с вашего рождения, присматривает за вами. И когда куратор понял, что вы дальше уже все глубже и глубже ныряете, он достучался до вас. Таким образом вы дошли до нас, и мы сделали то, что мы должны были сделать. Так все работает. Хорошо, Галина, у вас есть много информации на сегодняшний день. Вам надо будет ее еще спокойно проработать. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу переходим к чистке вашей комнаты. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Галины в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Продолжение следует...